Ведущие социологи и политологи города, представители различных вузов Одессы объединили свои усилия в борьбе с псевдоисследованиями и названными экспертами. Результатом слаженной работы ученых стал информационно-аналитический отчет по результатам опроса жителей города. Название исследования полностью отражает его цели и назначения. Выбор 2020 – мнение и настроение одесситов через призму социологии и политологии. По словам доктора политических наук Дениса Яковлева, сегодня крайне важно научиться распознавать социологические фейки и не вестись на откровенные манипуляции со множеством непроверенных цифр. Научное исследование, которое охватывает широкий спектр проблем, может называться социологическим исследованием и социологической информацией. Если представлено только один вопрос или два вопроса – рейтинг партии, рейтинг кандидатов – это не социология, ни один уважающий себя социолог не будет задавать один вопрос и опрашивать 1200 человек. Нам нужна системная информация. Для чего? Для работы штабов, для работы политологов, для интерпретации. Вот политология, социология – это науки, которая требует вот такого системного, комплексного подхода. Поэтому в анкете мы обязательно ставим 15-20 вопросов и проводим комплексное исследование современного общества. В ходе опроса были выявлены самые острые проблемы, которые волнуют одесситов. Наибольшее недовольство у местных жителей вызывают высокие тарифы на коммунальные услуги – 39% опрошенных. Также не нравится качество медицинского обслуживания – 14% опрошенных и загруженность города автотранспортом – 12% опрошенных. Согласно опросу, новости наши земляки узнают благодаря телевизору и соцсетям. Любопытны и политические предпочтения жителей города, полученные при опросе. Важный фактор, который бы повлиял на выбор горожан, если бы горсовет и мэр избирались в ближайшее время – эпидемия коронавируса, а точнее борьба с ней. На сегодня мы уже знакомы с тем, что началась вторая хвиля коронавируса, и, мабуть, что она будет сложна для экономики, она будет сложна для людей, которые занимаются бизнесом, а для Одессы бизнес – это достаточно значимо. И те усилия, которые докладаются с боку тех или иных политических движений, они безусловно, я имею в виду на локализацию вируса, они безусловно будут впливать на результаты выборов. Как известно, вот уже несколько месяцев Украинская морская партия и ее лидер Сергей Кивало ведут активную и эффективную борьбу против распространения эпидемии COVID-19. Полноценно функционирует Центр защиты от пандемии и университетская клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Уже сделано несколько тысяч экспресс-тестов на выявление инфекции. Эта работа видна респондентам социологического исследования. Самым интересным является, на мой взгляд, позиция Сергея Кивалова, так как у него, получается, уже достижения пошли и на медицинском фронте, когда создан целый медицинский институт. И там была подхвачена инициатива декларируемой президентом страны Владимира Зеленского о том, что денег в бюджете не хватает, прошу помочь. И приезжали на совещание олигархи, а вот местные руководители ряда учреждений предприятий откликнулись на это. И особенно яркий пример по, вот я еще раз повторяю, по институту возглавляемому медицинскому Громовенко и в составе Международного гуманитарного университета мы увидели ряд социальных проектов у этого института. По словам Геннадия Чижова, электоральные предпочтения одесситов непостоянны. Рейтинг политических сил может меняться в пределах 2,3% в течение месяца. На 14 июня в пятерку лидеров среди опрошенных одесситов вошли партии «Слуга народа» 25%, оппозиционная платформа «За життя» 17,8%, «Доверяя делам» 16,8%, «Украинская морская партия Сергея Кивалова» 11,3%, «Партия Ширия» чуть больше 6%. В лидеры мерской гонки на момент опроса вышли два кандидата. Действующий мэр Геннадий Труханов 23,5% и лидер украинской морской партии Сергей Кивалов 17,3%. «Доверяя делам» и «Морская партия» это лидерские партии, рейтинг которых зависит от рейтинга Кивалова и Труханова. Результат этих сил зависит прежде всего от работы их штабов, но при этом Кивалов в более выигрышном положении, потому что помимо того, что он может критиковать действия нынешней городской власти, он еще может показать одесситам свою работу. Это прежде всего масштабные успешные образовательные проекты юридическая академия, МГУ, а также ряд успешных социальных проектов, направленных на помощь одесситов». Падение рейтинга партии власти заключают ученые-социологи яркое доказательство истины. Новые неопытные лица не всегда пример надежности и профессионализма. Подтверждает эту идею и поддержка одесситами Украинской морской партии Сергея Кивалова, который уже много лет защищает интересы одесситов не на словах, а на деле. «Волна годичной давности постепенно сходит на нет, цунами превращается в небольшой шторм и тенденция является однозначной. Люди даже в эмоциях понимают, что кроме первичного восприятия такого чего-то нового «ах, новое, но как бы да, всегда лучше, чем старое», начинают осознанно воспринимать и на эмоциональном каком-то подсознательном уровне все то старое, поскольку они ставятся, относятся критически к тому, что происходит на сегодня. А если за этим новым не стоит как бы ничего, кроме того, что это новое, то как к нему отнестись?» Обращает на себя внимание и движение вверх националистических сил. В рейтинге они представлены организацией «Национальный корпус». Пока у них результат 2,5%. Но это уже больше, чем у «Голоса» и «Партии силы и честь». Существует вероятность того, что «Нацкорпус» благодаря агрессивной риторике и довольно эмоциональным поступкам, как и в начале прошлого десятилетия «Всеукраинское объединение Свобода», заведет в органы власти своих людей и будет влиять на процессы в городе и в стране. Отметим, что социологическое исследование проводилось в период с 11 по 14 июня было опрошено полторы тысячи одесситов старшего 17 лет. Совсем скоро эксперты пообещали провести очередную сверку часов с обществом.